Ажиотаж это главная действительно причина, почему продажи книги начались раньше, чем запланированная 9 января. Сначала все-таки хотели сдвинуть эту дату, но стоило двум американским изданиям опубликовать статьи с отрывками из книги, как тут же творение Вольфа стало главной темой американских новостей. Вот, например, в этом магазине, в котором мы сейчас находимся, он находится буквально в двух кварталах от Капитолия, еще неделю назад ничего о книге не слышала, но стоило публикациям появиться в прессе, как тут сразу же начал разрываться телефон, первыми начали звонить журналисты, затем любопытные читатели, и вот пик этого всего пришелся на вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Как результат, книгу действительно можно увидеть в магазине, но купить ее нельзя, потому что она уже забронирована, и такая ситуация сохранится буквально всю следующую неделю. Некоторые магазины в Вашингтоне пошли еще дальше, они начали продажи сегодня ночью, и тут стоит отметить, что там действительно были и толпы, и большие очереди, и людей не остановило ни позднее время, ни очень низкие температуры. В Вашингтоне действительно холодно, одни из самых холодных дней этой зимы. И все это делается лишь с целью, чтобы собственными глазами увидеть, какую такую секретную информацию смог собрать Майкл Уолф, ведь действительно он получил беспрецедентный доступ, фактически год, находясь в Белом доме, и разговаривая, по словам автора, более чем с двумя стами чиновников о том, что происходит в администрации президента США. Видимо, самый раздел, который вызвал больше всего обсуждений в американском обществе, касается тех откровений, которыми поделился экстратег Белого дома Сиван Беннон. В частности, он рассказал о том, что он считает предательской встречу, которая состоялась между российским адвокатом Натальей Весельницкой и членами семьи Дональда Трампа, в частности, его зятем и его сыном в Трамп Тауэр. Также американские журналисты отмечают, что не менее важным является заявление Беннона по поводу расследования, которое проводит спецпрокурор Мюллер. Он сообщил о том, что по его информации в конечном счете расследование сосредоточится вокруг темы отмывания денег. В Белом доме эти заявления тут же назвали ложью. Книгу, как вы уже отметили, пытались запретить через юристов ее поступление в продажу. Самому Беннону грозят судом, но, тем не менее, тут тоже важно отметить, что одними лишь показаниями и интервью Беннонами содержание книги Уолфа не ограничивается. Даша, я правильно понимаю, что книга, которую ты держал у себя в руках, это просто экземпляр, который тебе дали показать нам в эфире, то есть не удалось воспользоваться возможностью и получить экземпляр? К сожалению, это правда, то есть эту книгу можно считать просто реквизитом. Вскоре, вот сегодня после обеда, она отправится к владельцу, который еще заранее успел ее заказать. Роман, также я бы хотела отметить, что многие журналисты в Вашингтоне, уже узнав некоторые подробности, описанные в этом издании, сообщают о том, что к ним нужно относиться с определенной долей скепсиса. Ведь автор Майкл Уолф за свою долгую карьеру несколько раз был замечен в том, что сообщал непроверенную или откровенно недостоверную информацию. Так это или нет, теперь предстоит, вернее, чему верить, а чему не верить, теперь предстоит решить самим читателям. И я думаю, что у книг их будет очень много, потому что буквально за сутки книга стала бестселлером в интернет-магазине Amazon. Там ее можно купить за 20 долларов, в магазинах то, что мы видели, это около 30. То есть это вполне обычные цены для книги в США, читателей будет действительно немало. И что еще интересно отмечают аналитики в Вашингтоне, что если бы не попытки ее запретить, то, возможно, такого бы ажиотажа не было. Продолжение следует...